Когда армия Наполеона ушла в освоясь из-за объятой пожаром Москвы, жители города посчитали убытки, посчитали и прослезились. Чтобы построить то, что сгорело, нужно около 320 миллионов рублей. В тот момент это как годовой бюджет всей России. Зимой 1812 года завалы в перемешку с пустырями были даже в Кремле. Облик первопрестольный эта трагедия, конечно, поменяла. Она же открыла эпоху невиданного доселе строительства. Строили быстро, массово, с использованием новых технологий. Свободного места в Москве появилось видимо-невидимо. Вот тогда императору Александру Первому пришла в голову идея поставить близ Кремля невиданное доселе москвичами строение. По-немецки оно называлось «Экзерцергауз» или «Манеж». Для чего предназначалось такое сооружение? Для экзерциций, то есть различных строевых упражнений войск. Появилось и распоряжение сочинить планный фасад предполагаемому «Экзерцергаузу» такой обширности, что в нем целый комплектный батальон мог свободно маршировать. Сразу скажем, когда «Манеж» поставили, в нем не то что батальон, а пехотный полк мог свободно войти. В Москву из столицы непрестанно летели новые письма с циркулярами про размеры. Здание должно иметь непременно 78 сажен 166 метров длины, не считая стен. А в рассуждении же ширины его императорского величества изволили сказать, что ему угодно подождать опыта, который здесь в конце всей недели будет сделан генералом Беттенкуром. Ширина здания самая важная. В начале 19 века для перекрытия использовали дерево. Соответственно, самый надежный вариант, чтобы ширина здания равнялась длине бруса. Если ширина здания была больше для поддержки крыши, нужно включать различные колонны, подпорки. Так вот, упомянутый Беттенкур, инженер, назначенный заведовать всем проектом «Манежа», предложил неслыханную дерзость. 45-метровая ширина здания. И никаких колонн. Одно сплошь просматриваемое пространство. Такое в Европе еще не видели. Строили на удивление быстро. Начали летом 1817 года. К концу года планировали открытие. Со всей России в Москву потекли возы с рекордно крупными лиственницами и толпы строителей. На стройке их трудилось одновременно до 800. Быстро поставили четыре стены. Потом начали собирать чудо-крышу Беттенкура. Лиственничные балки он скреплял сложной системой чугунных болтов и тяжей. Манеж открывали при большом стечении народа войск самого императора. Но прежде всего все делились не окружающей пышности, а потолку. Газета «Московские ведомости». Длина строения 81, ширина 25 сажен, стены же в 5 оршин толщины. Но всего удивительнее потолок, который на столь обширном здании ничем внутри не поддерживается и утвержден только на стропилах. Надо ли говорить, что на сие чудо приезжали посмотреть даже инженеры из Европы. Хотя вскоре потолок все же пришлось укреплять, добавлять деревянные фермы. Кстати, он содержал в себе еще как минимум одно диво. Все пространство под крышей на полметра высотой забили мешками с махоркой, которая впитывала влагу, а еще отпугивала запахом мышей и жучков. Тот и удивились красной части, когда заняли Москву в 1917 году и нашли такое. Говорят, они-то все искурили. Манеж быстро сделался важным местом для Москвы. В конце 19 века он стал домом для всех циклистов, то есть велосипедистов города, включая Льва Толстого, который уже 60-летним осваивал тут педали. А однажды под его крышей прошел концерт Гектора Берлиоза и уместил до 12 тысяч меломанов. В 2004 году по Манежу пронесся ужасающий пожар. Погибли двое пожарных. Огромная художественная выставка и та самая уникальная деревянная система перекрытий Бетанкура. И все же Манеж восстановили, как могли. Постарались повторить и потолок. Правда, уже не из цельных балок, а клееного бруса.